Здесь меняли электрощиты, вот эти поставили на новые вот эти вот пакетники, вот поставили новое оборудование, всё. Вот здесь телефонные кабели, всё пообрезали. Траты на сотовую связь, а главное регулярные платёжки за то, чего нет. Вынудили жители дома номер 10 по проспекту Ленинского комсомола обратиться к нам в редакцию, так как сами они не могут найти пути решения. Мы обратились в ЖЭК. Заместитель генерального директора по экономике и финансам Наталья Фильченкова вызвал специалиста для выяснения ситуации. ТЛК-10. Почему отключили несколько этажей от телефонной связи? Потому что Ростелеком, и включая остальных провайдеров, которые находятся в данном доме, прокладывают свои слаботочные кабели в силовой части, где должно быть только проложено кабель 220 вольт, 380. Соответственно, мы их предупредили, написали письма, всех известили. Кто захотел, тот убрал свои. Ну, Ростелеком не убрал. В телефонной компании поясняют. Да, письмо было, вот и фото приложено. Но только информация в этом письме не полная. По словам Дмитрия Белоусова, компания была готова к тому, что слаботочные провода, в случае, если они находятся в канале с силовыми, будут обрезаны. И Ростелеком их заменит. Между подвалом и первым этажом проходит так называемый межэтажный стояк, в котором проложены эти кабели. Компания, которая сделала благоустройство, забила этот стояк всеми своими электрическими кабелями, обрезав при этом наш кабель основной, ну, который питается дома. Значит, нами было произведено обследование. Выяснилось, что кабель обрезан в подвале и обрезан на первом этаже. По словам Дмитрия, в письме не было упомянуто о том, что будет обрезан основной кабель, питающий весь стояк. Компания Ростелеком вышла на администрацию Ленинского района, где им было обещано, что подрядная организация проведет работы, и у компании появится возможность проложить свой кабель. А пока Дмитрий может успокоить жильцов тем, что в платежках за телефонную связь будет произведен перерасчет. У жителей 10-го дома, кроме отсутствия телефонной связи, есть и другие жалобы и недовольства. Асфальт положили до неровно, тротуар явно под наклоном, и съезд для колясок отсутствует. Алексей Петрович, житель первого подъезда, в дождь из дома старается не выходить без особой надобности. Вот смотрите сами, посмотрите, уклона вообще нет сюда, а вода все время стоит возле дверей. И как вы ходите, когда лужа? Ну так и идешь. Нет асфальтированной дороги и на подходе к дому. С одной стороны куски асфальта, лежащие на разном уровне, а с другой стороны от дороги осталось только направление. То грязь, то снег, то слякоть. Вообще невозможно пройти. Вот асфальт, вы видите асфальт. Это не городские власти клали асфальт. Асфальт клал мой папа еще. Это было 47 лет назад. А вот такие элементы акробатики выполняют жители этого района после дождя, если решаются пройти в магазин. Тротуара нет, а лужа здесь стоит практически всегда. Также жители жалуются на отсутствие скамеек. Пока место встреч местных бабушек только у третьего подъезда, на единственной лавочке. Проживающих на первом этаже волнует площадка для сушки белья, которую убрали. А Александр Горобян решил провести нас под окна своей квартиры. Вот это наши окна. Вот здесь спальная комната. От сырости мы спим в воде, можно сказать. А почему от сырости? Ну, потому что водосток. Когда она льется, тут уклон большой. Вся вода идет под дом. Тут старая спальня. С женой спит. То же самое сырое. Если сейчас зайти домой сфотографировать, побоитесь. Александр регулярно проводит косметический ремонт для того, чтобы плесень не разъедала стены. Жители разводят руками. Как столько проблем могут свалиться на один двор? А главное, когда все изменится к лучшему? Екатерина Чернышева, Владимир Бижонов, Евгений Петров. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...